2 мая мы объявили о достижении договоренности с Вадимом, это было принципиальное решение клуба. Шипачев остается в клубе, вскоре мы объявим о деталях. Клуб намерен здесь и сейчас продлить контракт с игроком еще на один сезон, вопрос в финальной стадии, сказал Кровопусков. Также Кровопусков сообщил, что клуб не продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, не сумев договориться по условиям нового соглашения. Генеральный директор отметил, что переговоры с 29-летним игроком проходили очень трудно. 5 июня Кагарлицкий подписал трехлетний контракт с петербургским СКА. После смены юридического лица, которое произошло 22 апреля, Динамо должно заключать контракты со всеми хоккеистами, так как соглашения, подписанные с ООО ХК Динамо Москва, потеряли юридическую силу. В прошедшем сезоне КХЛ Шипачев установил рекорд клуба по результативности в одном сезоне. В 61-м матче регулярного чемпионата и 11 встречах плей-офф он набрал 76 очков, 21 гол плюс 55 результативных передач. Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира, 2014 в составе сборной России.